Пролетарии всех стран, соединяйтесь, именем Перуна. Приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Продолжаем читать про Сталина. Вопрос о собственных кадрах трудящихся приобрел у нас особое значение, когда наша страна была уже сильно, уже обильно насыщена новой техникой, и когда появилась острая нужда в людях, овладевших техникой и способных в полной мере использовать ее на благо нашей Родины. Не забывайте то, что у буржуев Родины не существует. Они будут вам вливать всякую чушь в уши, что они там якобы на благо Родины трудятся, стараются и прочее, прочее. Все это чушь, собачья и ложь. Новая могучая техника потребовала людей, могущих оседлать эту технику, выжать из нее все, что она может дать. Необходимо было круто повернуть внимание наших кадров в сторону освоения новой техники, в сторону всемирного усиления работы по выращиванию многочисленных кадров, способных выжать из этой техники максимум эффекта. В этом отношении исключительное значение мило выступление Сталина на выпуске академиков Красной Армии в мае 1935 года. Чтобы привести технику в движение, говорил товарищ Сталин, и использовать ее до дна, нужны люди, овладевшие техникой, нужны кадры, способные освоить и использовать эту технику по всем правилам искусства. Техника без людей, овладевших техникой, мертва. Техника во главе с людьми, овладевшей техникой, может и должна дать чудеса. Если бы на наших первоклассных заводах и фабриках, в наших совхозах и колхозах, на нашем транспорте, в нашей Красной Армии имелось достаточное количество кадров, способных оседлать эту технику, страна наша получила бы эффект втрое и в четверо больше, чем оно имеет теперь она. Надо наконец понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры. Надо понимать, что при наших нынешних условиях кадры решают все. Будут у нас хорошие многочисленные кадры в промышленности и сельском хозяйстве, на транспорте, в армии. Наша страна будет непобедима. Не будет у нас таких кадров. Не будем хромать на обе ноги. Сталин. Юсив Сирионович. Вопрос или вниз? Боинздание 11. Страничка 490-491. Выступление товарища Сталина явилось могучим толчком для решения одной из важнейших задач социалистического строительства. Проблемы кадров. Сила этого указания вождя партии состояла не только в том, что оно повернуло внимание всех партийных и советских организаций к проблеме кадров. Сила его состояла в том, что оно получило широкий массовый отклик снизу, вызвало новый трудовой подъем. По инициативе передовых рабочих снизу поднялось с могучей силой стахановское движение, начавшееся на Донбассе в угольной промышленности. Оно с невероятной быстротой охватило всю страну и все отрасли народного хозяйства. Десятки и сотни тысяч замечательных героев труда показали образцы владения техникой и социалистическими производительностью труда. В промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве. Товарищ Сталин осветил перед партией и всей страной великое историческое значение этого нового движения. Выступая в ноябре 1935 года на первом всесоюзном совещании стахановцев, Сталин говорил, что стахановское движение выражает новый подъем социалистического соревнования, новый высший этап социалистического соревнования. Значение стахановского движения состоит в том, что оно является таким движением, которое ломает старые технические нормы, как недостаточные. Перекрывает в целом ряде случаев производительность труда передовых капиталистических стран и открывает, ну перегоняет естественно, и открывает таким образом практическую возможность дальнейшего укрепления социализма в нашей стране. Возможность превращения нашей страны в наиболее зажиточную страну. Товарищ Сталин показал, что стахановское движение прокладывает путь к коммунизму, что оно содержит в себе зерно того, такого культурного, технического подъема рабочего класса, который ведет к ликвидации противоположностей умственного и физического труда. Говоря о предпосылках стахановского движения, товарищ Сталин показал, в чем великая сила и непобедимость нашей революции. Наша революция является единственной, которая не только разбила оковы капитализма и дала народу свободу, но успела еще дать народу материальные условия для зажиточной жизни. В этом сила и непобедимость нашей революции. Сталин непосредственно руководил работой Всесоюзного совещания стахановцев и других совещаний передовиков промышленности, транспорта и сельского хозяйства в Кремле. Вместе со стахановцами промышленности и транспорта, с комбайнерами и трактористами, доярками, с героинями свеклоничных полей, он обсуждал в деталях вопросы техники и производства во всех отраслях народного хозяйства. В Кремле Сталин совместно с членами ЦК и правительства принимал многочисленные делегации братских социалистических республик. Это была яркая демонстрация великой дружбы народов Советского Союза, достигнутой на основе проведения ленинско-сталинской национальной политики. Вместе с передовыми рабочими и колхозниками товарищ Сталин и его соратники выработали важнейшие решения по самым крупным вопросам социалистического строительства. Ленин учил, что настоящими руководителями большевиками могут быть только такие руководители, которые умеют не только учить рабочих и крестьян, но и учатся у них. Так говорил товарищ Сталин в своем выступлении на совещании с тахановцами. Он сам дал лучший образец такой связи с массами, начиная с первых же шагов своей революционной деятельности. Социалистическая реконструкция всего народного хозяйства вызвала коренное изменение в соотношении класса в стране. Это требовало изменений в Конституции, принято еще в 1924 году. По инициативе товарища Сталина ЦК партии выдвинул на 7 съезде Совета в СССР предложение об изменении Конституции. Специальная конституционная комиссия под председательством товарища Сталина выработала проект новой Конституции. Проект был подвергнут всенародному обсуждению, длившемуся 5,5 месяцев. Не было уголка в нашей стране, где бы трудящиеся не изучили и не обсуждали этот величайший документ в истории человечества. Весь советский народ с огромной радостью и гордостью приветствовал и одобрял проект Конституции. В своем докладе над чрезвычайным восьмом всесоюзном съезде Советом о проекте новой Конституции 25 ноября 1936 года товарищ Сталин дал глубокое обоснование этого проекта Конституции. Вскрыв те огромные сдвиги, которые произошли в нашей стране со времени принятия Конституции 1924 года, победа социализма дала возможность перейти к дальнейшей демократизации избирательной системы, к введению всеобщего равного и прямого избирательского права при тайном голосовании. Все величайшие победы социализма закреплены Конституцией СССР. Согласно Конституции, советское общество состоит из двух дружественных друг к другу классов – рабочих и крестьян. Политическую основу СССР составляют советы депутатов трудящихся. Экономическая основа СССР является социалистическая собственность на средства производства. Всем гражданам СССР обеспечивается право на труд, на отдых, на образование. Социалистическая и общественная собственность на средства производства – это одно и то же. Ну и социалистическая, когда мы говорим уж в полной мере, мы уже указывали три признака социализма. И, собственно говоря, о них нужно помнить. Всем гражданам СССР обеспечивается право на труд, на отдых, на образование, на материальное обеспечение старости, в случае болезни и потери трудоспособности. Равноправие граждан, независимо от их национальности, расы и пола, появляется непреложным законом. Конституция в интересах укрепления социалистического общества гарантирует свободу слова, печати, собраний и митингов, право объединения и общественной организации, неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища и тайну переписки, право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту интересов трудящихся, или за научную деятельность, или за национально-освободительную борьбу. Эти невиданные в истории величайшие права и свободы трудящихся обеспечены материально, экономически всей системой социалистического хозяйства, не знающей кризисов, анархии, безработицы. Конституция СССР вместе с тем налагает на всех граждан серьезные обязательства соблюдать законы, дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития, беречь и укреплять социалистическую собственность, защищать социалистическое отечество. Отечество тоже разное есть. У буржуев одно отечество, у нас совсем другое отечество социалистическое. Но о чем... Да, у нас потеряно отечество, мы его еще даже не обрели. То, о чем мечтали сотни лет лучшие передовые умы человечества, сделало непреложным законом Конституции СССР Конституция победившего социализма в развернутой социалистической демократии. Эта Конституция была одобрена и утверждена Восьмым съездом Совета 5 декабря. С 1936 года народы СССР единодушно называли новую Конституцию СССР в честь ее творца Сталинской Конституции. Для трудящихся СССР она является итогом борьбы и побед для трудящихся всех капиталистических стран великой программой борьбы. Конституция закрепила тот всемирно-исторический факт, что СССР вступил в новую полосу развития, в полосу завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода к коммунизму. Она вооружает трудящихся всего мира морально и политически на борьбу с буржуазной реакцией. Она показывает, что осуществленное в СССР может быть осуществлено и в других странах. Характеризуя международное значение Конституции СССР, Сталин говорил, «Теперь, когда мутная волна фашизма оплевывает социалистическое движение рабочего класса и смешивает с грязью демократические устремления лучших людей цивилизованного мира, новая Конституция СССР будет обвинительным актом против фашизма, говорящим о том, что социализм и демократия непобедимы. Новая Конституция СССР будет моральной помощью и реальным подспорьем для всех тех, кто ведут борьбу против фашистского варварства». Фашизм тогда имелся в виду, по определению Димитрова, открытый террор финансового капитала. Собственно говоря, он и в современных условиях имеет эту специфическую акцентацию. Скрытый террор, открытый террор финансового капитала и так далее. Победа социализма, одержанная партией, приводили врагов народа еще в большее бешенство. В 1937 году были вскрыты новые данные об извергах из Бухаинско-Троцкийской банды шпионов, вредителей, убийц, состоявших на службе у разведок капиталистических государств. Судебные процессы показали, что эти подонки человеческого рода состояли в заговоре против Ленина, которого намеревались арестовать. Заговоре против партии советского государства уже с первых дней Октябрьской революции выполняли обволю своих империалистических хозяев, они ставили своей целью разрушение партии и советского государства, подрыв обороны страны, облегчение иностранной интервенции, подготовку поражения Красной Армии, расчленение СССР, превращение его в колонию империализма, восстановление в СССР капиталистического рабства. Партии и советская власть разгромили осиные гнезда врагов народа. Ну, я бы так не сказал, не разгромили. Может, гнезда и разгромили, но пчелы-то уцелеют. В своем докладе о недостатках партийной работы на пленуме ЦК в марте 1937 года Сталин дал четкую программу укрепления партийных и советских органов, программу мероприятий по повышению политической бедительности, выдвинул лозунг «Овладеть большевизмом». Сталин вооружил партию для борьбы с врагами народа, научил срывать с них маски. Советский суд раскрыл их злодеяне и приговорил троцкийско-бухаринских извергов к расстрелу. Советский народ одобрил разгром троцкийско-бухаринской банды. Ну, естественно, чё ж не одобрить. Он, советский народ, знаете, одобрил и только на то, что на тебя, Йосифа, потом помои вылили. Советский народ тебя предал в массе своей. Да, не предает по сей день. С такой ярой силой, что тебе и не снилось. Вот, да, да, да. Ложь, обман – это великая сила, самое сильное оружие. Под руководством ЦК и товарища Сталина партия развернула вовсю подготовительную работу к выборам. Введение новой конституции означало поворот в политической жизни страны, дальнейшую демократизацию всей её политической жизни. Новая избирательная система привела к усилению политической активности масс, их контроля в отношении органов советской власти, к усилению ответственности органов советской власти перед народом. Под руководством ЦК, под руководством Сталина, партия перестроила в соответствии с новыми задачами формы своей работы в духе развертывания внутренней партийной демократии, укрепление начала демократического централизма, развитие критики и самокритики, усиление ответственности партийных органов перед партийными массами. Во главу избирательной партии партия положила сталинскую идею блока коммунистов и беспартийных. 11 декабря 1937 года, накануне выборов, Сталин выступил в сталинском избирательном округе городе Москвы. В своей речи он вскрыл коренные отличия выборов в СССР, действительно свободных, действительно демократических от выборов в капиталистических странах, где на народ давят эксплуататорские классы. У нас в СССР эксплуататорские классы ликвидированы, социализм уже вошел в быт и на этой основе происходят выборы. Сталин определил далее, какими политическими деятелями должны быть избранники народа, депутаты Верховного Совета. Народ должен требовать, чтобы они были политическими деятелями ленинского типа, такими же ясными, определенными, бесстрашными в бою, свободными от всякого подобия паники, беспощадными к врагам народа, мудрыми, но и терпеливыми в решении сложных политических вопросов, где нужда всесторонняя ориентация, такими же правдивыми и любящими свой народ, каким был Ленин. Вся страна слушала речь своего мудрого, гениального вождя. Слова его глубоко западали в сознание трудящихся. Речь Сталина определила принципы деятельности избранников народа. Она воодушевила народ и еще больше скрепила блок коммунистов и беспартийных. 12 декабря состоялись выборы Верховного Совета СССР. Они превратились в праздник и в торжество советского народа. Из 94 миллионов избирателей участвовало в голосовании 91 миллион с лишним, то есть 96 процентов. 90 миллионов человек своим единодушным голосованием за кандидатов в блока коммунистов и беспартийных подтвердили победу социализма. Это была замечательная победа сталинского блока коммунистов и беспартийных триумфов партии Ленина-Сталина. Триумф ленинско-сталинского руководства партии. Морально-политическое единство советского народа получило здесь свое блестящее подтверждение. Сталин первый избранник народа, первый депутат Верховного Совета СССР. А вы что думали? Что он там президент и глава государства? Возросшая в гигантской степени активность массы и огромные задачи дальнейшего социалистического строительства по-новому поставили вопрос об идейной и политической закалке наших кадров. Товарищ Сталин в ряде своих выступлений со своей остротой поставил перед нашими кадрами задачу овладения большевизмом. Товарищ Сталин указывал, что у нас есть все средства и возможности, необходимые для того, чтобы подготовить наши кадры для идеологически и закалить их политически. И что от этого зависит в девять десятых решение всех наших практических задач. В 1938 году вышла в свет книга истории ВКПБ, краткий курс, написанная товарищем Сталином и одобренная комиссией ЦК ВКПБ. А то мало кто знает, что это действительно Сталин ее написал. Как никому ему, да? Ведь видите, из прошлой, из первой части вы уже поняли, что вся его рабочая деятельность, вся его жизнь связана только с агитацией и пропагандой. Он больше никем не работал. Да, блогер современности, так бы сказать. Выход в свет этой книги явился крупнейшим событием в идейной жизни большинства партий. Партия получила новое могучее идейное оружие большевизма, настоящую энциклопедию основных знаний в области марксизма-ленинизма. Со сталинской четкостью и глубиной в этой книге изложен и обобщен гигантский исторический опыт коммунистической партии, равного которому не имела и не имеет ни одна партия в мире. В кратком курсе истории ВКПБ показано дальнейшее развитие марксизма в новых условиях классовой борьбы пролетариата. Марксизма эпохи империализма и пролетарских революций. Марксизма эпохи победы социализма на одной шестой части земли. Ну, чего в этой книге не хватает, я бы сейчас добавил. Марксизма-ленинизма в период разложения партии. Марксизма-ленинизма в период подрыва социалистической экономики и социализма. Марксизма в период развала Советского Союза. И марксизма в современный период XXI века, нарождающийся новых капиталистических и империалистических войн, междоусобиц по всему земному шару, чрезвычайного давления одноразовых товаров на среду обитания и тотальной деградации пролетариата, привязыванию его к технике. Пролетариат служит технике, а не техника служит пролетариату. Полное уничтожение, атомизация всех членов общества сейчас происходит. И марксизм, он тоже сейчас пребывает в ней. И нужен действительный анализ и понять выявление и точные опорные пункты того, где и как может произойти вот этот вот перелом. Скачок. Потому что экономических предпосылок нету. Пролетариат все-таки еду имеет в виде ГМО, и пролетариат как бы не парится. Он там болеет, дохнет от этого ГМО, ему по барабану. Пролетариат массово не рождается тоже. Ну, я про русский пролетариат говорю. Пролетариат забитый, но, тем не менее, могут вести аборты. Пролетариат немножко расплодится. Где дома куча детей будут сдавать. И новое, как бы, боевое мясо на фабрике и на фронтах различных африканских. Ну, в первую очередь, там тоже много ресурсов различных. По выбиванию их оттуда. Ну, так что, знаете, качаться эти качели, учитывая то, как буржуазия научилась тоже использовать вот эти все моменты, эти нувориши, то в 2040-х годах вполне они могут это делать. Вот на раскачку понадобилось, как мы знаем из предыдущей части, 17 лет, чтобы большевикам, ну, не то, чтобы большевикам, ленинской линии раскачать все необходимое, да? А сейчас такого же у нас же такого-то нет, у нас нету искры, да? Ну, нету искры. Ну, как-то так нету. Вот представьте, появляется некая новая искра, и где-то в 17 лет тоже надо ждать. Ну, я почему 17 говорю, я сейчас утрировано, потому что время ускоряется, буржуазия учится, противоречия более обостренные. Как оно вспыхнет, мы не знаем, даже предполагать не можем. Уже сказано ранее Вадимом Анатольевичем Прохоров, больше знаний, меньше крови. В кратком курсе истории ВКПБ показано от этого дальнейшее развитие марксизма. Надо прямо сказать, говорил Жданов на 18-м ССД партии, что за время существования марксизма это первая марксистская книга, получившая столь широкое распространение. В кратком курсе истории ВКПБ в разделе о диалектическом и историческом материализме дано в предельно ясной форме, сжатой форме, гениальное изложение основ диалектического и исторического материализма. В этой работе товарищ Сталин дал обобщение всего того, что внесли Маркс, Энгельс и Ленин в учении о диалектическом методе и материалистической теории и развил дальше учения диалектического и исторического материализма на основе новейших данных науки и революционной практики. Ну, кстати, да, по-моему, после его вот этого труда никто нового ничего и не произвел. Товарищ Сталин развивает диалектический материализм как теоретическую основу коммунизма, как мировоззрение марксистско-ленинской партии, идейное вооружение, рабочий класс в его борьбе за завоевание диктатуры пролетариата и построение коммунизма. С особой силой показана в этой работе внутренняя связь, существовавшая между философией марксизма-ленинизма и практической революцией, практической революционной деятельностью большинства большевистской партии. Чтобы не ошибиться в политике, учит Сталин, надо руководствоваться положениями марксистского диалектического метода. Надо знать законы исторического развития. Работа Юсифа Виссарионовича Сталина о диалектическом и историческом материализме, написанная несравненным мастером марксистского диалектического метода, обобщающий гигантский практический и теоретический опыт большевизма, поднимает на новую высшую ступень диалектический материализм, является подлинной вершиной марксистско-ленинской философии. В марте 1939 года Сталин руководит работой 18-го съезда партии. Съезд явился величайшей демонстрацией невиданного еще единства и монолитности всей партии, ее сплоченности вокруг Ленинско-Сталинского Центрального Комитета. В отчетном докладе Сталин дал глубокий анализ международного положения Советского Союза и разоблачил планы поджигателей войны и интервенции против СССР. Со времени 17-го съезда партии прошло 5 лет. Для капиталистических стран этот период был периодом серьезнейших потрясений как в области экономики, так и в области политики. За экономическим кризисом 1929-1932 года в виде депрессии особого рода последовала со второй половины 1937 года новый экономический кризис, захвативший США, Англию, Францию и ряд других капиталистических стран. Обострилась до крайних пределов международное положение, потерпела крушение послевоенная система мирных договоров. Началась новая, вторая мировая война. Ну почему так? Кризисы перепроизводства всегда приводят к войне. Сейчас на 2023 год я вижу, что кризис перепроизводства, который прикрывали ковидлой, начавшийся с Китая, более-менее устаканили. Я не знаю, смогут ли они выровнять его до конца 30-х годов. Это уже будет по Украине видно и по ситуации с Украиной. Но это будет, даже те договора, которые подпишут, это максимум на лет 15. Я вам говорю, то есть 15 лет и снова вспыхнет. Даю 100% практически гарантию. Если они, конечно, еще что-то подпишут, если они смогут еще как-то заморозить эти конфликты. Не знаю. В этом мне сложно сказать. Как там они порешают? Они как-то-то должны приморозить это, затишарить это все, да? Ну, а как они это сделают? Это уже большой вопрос. Новую войну развязали два главных агрессора империалистических государств. Это Германия и Япония. То есть, надо понимать, Германия и Япония, они сформировали уже свою технологическую зону. И у них как раз-таки нарастали самые большие противоречия с другими империалистическими странами. Эта война, указывал товарищ Сталин, втянула свою орбиту свыше 500 миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную территорию от Тяньциня, Шанхая и Кантона через Абассинию до Гиблартара. Война все более и более ущемляла интересы неагрессивных государств, прежде всего Англии, Франции и США. Не забывайте, что финансовый капитал был создан в 2024 году. Кстати, я так понял, тут нету такого прям особого внимания роли США. Америкосы, это же вы за этим всем стояли. Вы же это баблом их накачали, золотом, чехословацким оружием. Нет, это не мы. Не-не-не-не-не. Ну, мы выбили британскую империю с мировых рынков. Мы стали сильнейшей страной на планете Земля. Однако правительства этих государств не оказывали должного сопротивления агрессорам. Они отказались от политики коллективной безопасности и перешли на позицию нейтралитета, на позицию невмешательства. Политика невмешательства означала попустительство агрессии, развязание войны. Вдохновители пресловутого Мюнхенского соглашения, правители Англии и Франции, Чемберлин и Дальдье хотели направить агрессию германского фашизма на восток против Советского Союза. Ну, естественно, а против кого еще? То есть, понимаете, и Англии выгодно было перенаправить агрессию в Германию, ну, там... Было бы неприятно, если бы Туманный Альбион как-то бы сильно разбомбили. Было бы неприятно, если бы Индию захватили. Пусть они идут в эту Индию через Советский Союз. Товарищ Сталин разоблачил махинации поджигателей войны против СССР, заявлявших, будто мюнхенские уступки агрессорами мюнхенское соглашение невмешательств и положили начало новой эре умиротворения. Товарищ Сталин предупреждал, что большая и опасная политическая игра, начатая сторонниками политики невмешательства, может окончиться для них серьезным провалом. Да, с исключительной глубиной товарищ Сталин раскрыл перед партией и советским народом всю сложность и опасность сложившегося в то время международного положения и определил принципы в области советской внешней политики. Он говорил, задачи партии в области внешней политики. Первое. Проводить и впредь политику мира и укрепление деловых связей со всеми странами. Второе. Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторами войны, привыкшим загребать жар чужими руками. Третье. Всемерно укреплять боевую мощь нашей Красной Армии и военно-морского флота. Четвертое. Крепить международные связи дружбы с трудящимися всех стран, заинтересованными в мире и дружбой между народами. Охарактеризовав достижения и успехи социализма, рост социалистического хозяйства, подъем материального и культурного уровня народа, дальнейшее упрощение советского строя товарищ Сталин выдвинул перед партией перед партией кучу картинок идет, красивых, и всем советским народам новую великую историческую задачу в течение ближайших 10-15 лет догнать и перегнать главные капиталистические страны в экономическом отношении, то есть в смысле производства продукции на душу населения. Мы перегнали, говорил товарищ Сталин, главные капиталистические страны в смысле техники производства и темпов развития промышленности. Это очень хорошо, но этого мало. Нужно перегнать их также в экономическом отношении. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать. Только в этом случае, если перегоним экономически главные капиталистические страны, мы можем рассчитывать, что наша страна будет полностью насыщена предметами потребления, и у нас будет изобилие продуктов. Мы получим возможность сделать переход от первой фазы коммунизма ко второй фазе. Да, то есть по ВВП, ну тогда ВНП, внутренний национальный продукт, экономические показатели на душу населения. Если бы мы перегнали, ну не перегнали, потому что сильнейший был удар нанесен по СССР, они что-то все читали, они все это намотали на ус, они услышали задачу Сталина, да, поставленную. А представьте себе, что большинство-то этих задач, которые говорил Сталин, они-то выполнялись, выкиньте, как они тогда наложили в штанишки, эти чебурашки заграничные. В качестве одной из центральных задач партии товарищ Сталин в своем докладе наметил целую научно обоснованную большевистскую программу работу по выращиванию, воспитанию, подбору, выдвижению и проверке кадров. Обрисовывая путь пройденной партии за период от 17 до 18 съезда, товарищ Сталин говорил, главный итог состоит в том, что рабочий класс нашей страны, уничтожив эксплуатацию человека человеком и утвердив социалистический строй, доказал всему миру правоту своего дела. В этом главный итог, так как он укрепляет веру в силы рабочего класса и в неизбежность его окончательной победы. Доклад Сталина на 18 съезде ВКПБ явился программным документом коммунизма, дальнейшим шагом вперед в развитии марксистско-ленинской теории. Сталин развил дальше ленинскую теорию социалистической революции. Он конкретизировал теорию возможности построения социализма в одной стране и пришел к выводу о возможности построения коммунизма в нашей стране в том случае, если сохранится капиталистическое окружение. Этот вывод товарища Сталина обогащает ленинизм, вооружает рабочий класс новым идейным оружием, дает партии великую перспективу борьбы за победу коммунизма, двигает вперед марксистско-ленинскую теорию. Тут в чем суть? Я уже как-то зачитывал, по-моему, это было в этом плейлисте «Коммунизм». Там вот это положение о том, что если в основных капиталистических странах побеждает социалистическая революция, вот тогда да, ну всякая-то мелочь, это уже не страшно, мы можем переходить в коммунизм, понимаете? То есть там остальные просто маленькие капиталистические страны, они будут как аборигены на карте мира. Да, ну как бы какая-то Швейцария, ну какие-то туземцы, сумасшедшие люди там живут, да, при капитализме, ну пусть живут себе, а у нас уже будет коммунизм, мы уже не будем париться насчет этого вопроса. Ленин написал свою известную работу «Государство и революция» в августе 17-го года, то есть за несколько месяцев до Октябрьской революции и создания советского государства. Ленин защитил в этой книге учение Маркса и Энгельса о государстве и искажения и опошления со стороны оппортунистов. Ленин собирался написать вторую часть «Государство и революции», где он рассчитывал подвести главные итоги опыта русских революций к 5-го и 17-х годов. Однако смерть помешала ему выполнить эту задачу. Но то, чего о вопросах теории государства не успел сделать Ленин, сделал Сталин. Товарищ Сталин, опираясь на гигантский опыт более чем 20-летнего существования советского социалистического государства. Ну и, кстати, наш плейлист «Коммунизм» начинаем с понятия социалистическое государство. Обязательно его слушать, прослушивать, конспектировать, если есть возможность, мотать себе на ус. В условиях капиталистического окружения создал цельное и законченное учение о социалистическом государстве. Сталин дал развернутый анализ этапа развития социалистического государства, Изменение его функций в связи с изменением обстановки Обобщил весь опыт строительства советского государства Пришел к выводу о необходимости сохранения государства при коммунизме В случае, если будет продолжать существовать капиталистическое окружение Вот почему Мы говорим, что государства нету при коммунизме Но я уже вам тоже зачитал работу Извините, работу Карла Маркса Коммунизм, который называется Я там вам рассказывал, Карл Маркс Свои умозаключения делал о том, что есть более пяти или даже шести различных видов коммунизма Сейчас я тут постараюсь что-то найти Не, в этих у меня книжечках нету, к сожалению Но не суть Суть-то в чем? Суть в том, что коммунизм, он тоже бывает достаточно разным И когда на планете всей мы объявим, допустим, коммунизм Он в местах себе будет иметь крайне большие видовые различия внутри себя Но основные признаки Отсутствие эксплуатации человека к человекам, ассоциированность к трудящимся Она будет Да, никаких проблем Сталин резко подчеркнул важность и значение дела партийной пропаганды и марксистско-ленинского воспитания Работников партийного аппарата Работников комсомольских, профсоюзных, торгово-кооперативных, хозяйственных, советских и просвещенских, военных и других организаций Он говорил Если начинает хереть, хереть, извините, хереть дело марксистско-ленинского воспитания наших кадров Если ослабевает наша работа по повышению политического и теоретического уровня этих кадров А сами кадры перестают в связи с этим интересоваться перспективой нашего движения вперед Перестают понимать правоту нашего дела и превращаются в бесперспективных делях Слепо и механически выполнявших указания сверху То должна обязательно захереть вся наша государственная и партийная работа Нужно признать как аксиому, что чем выше политический уровень марксистско-ленинская сознательность работников в любой отрасли государственной и партийной работы Тем выше и плодотворнее сама работа Тем эффективны результаты работы и наоборот Чем ниже политический уровень и марксистско-ленинская сознательность работников Тем вероятнее срывы и провалы в работе Тем вероятнее измельчение и вырождение самих работников вне ля, извините, не ля крохобора, тем вероятнее их перерождение. Можно с уверенностью сказать, что если бы мы сумели подготовить идеологически наши кадры всех отраслей работы и закалить их политически в такой мере, чтобы они могли свободно ориентироваться во внутренней и международной обстановке, если бы мы сумели сделать их вполне зрелыми марксистами-ленинцами, способными решать без серьезных ошибок вопросы руководства страной, то мы имели бы все основания считать 9 десятых всех наших вопросов уже разрешенными. А решить эту задачу мы безусловно можем, ибо у нас есть все средства и возможности необходимые для того, чтобы разрешить ее. Вот что кровавый диктатор вам пишет, да? Кстати, а вам тут что-то пахнуло хотя бы за уже 3 часа 40 минут практически очитки про Сталина, что он там какой-то кровавый диктатор? Я что-то даже, что-то как-то даже не запахло ни разу, хотя тут показано, что и расстрелы были, и все было, блин, да? А что-то вот как-то... Сталин говорил далее. Есть одна отрасль науки, знание которой должно быть обязательным для большевиков всех отраслей науки. Это марксистско-ленинская наука об обществе, о законах развития общества, о законах развития пролетарской революции, о законах развития социалистического строительства, о победе коммунизма. Ибо нельзя считать действительным ленинцем человека, именующего себя ленинцем, но замкнувшегося в свою специальность, замкнувшегося, скажем, в математику, в ботанику или химию, и не видящего ничего дальше своей специальности. О-о-о! Ленинец не может быть только специалистом облюбованной им отрасли науки. Он должен быть вместе с тем политиком-общественником. Ну, это уже прям, я не знаю, это в нем какой-то ведический волк проснулся в Сталине, живо интересующимся судьбой своей страны, знакомым с законами общественного развития, умеющим пользоваться этими законами и стремящимся быть активным участником политического руководства страной. Это будет, конечно, дополнительной нагрузкой для большевиков-специалистов, но это будет такая нагрузка, которая окупится потом слегкой. Задача партийной пропаганды, задача марксистско-ленинского воспитания кадров состоит в том, чтобы помочь нашим кадрам всех отраслей работы овладеть марксистско-ленинской наукой о законах развития общества. Ну, это диамат имеется, конечно же, ввиду в первую очередь. Диамат, логика. Вот, это в первую очередь вы овладеваете логикой. Вот, товарищ Сталин вам дал указание. Вот, наш канал по завещанию, по приказу Сергея Прокофьева начинается с логики. Сергей Прокофьев выполняет приказ товарища Сталина, а вы выполняете приказ товарища Сталина, быстро открываете наши уроки логики, смотрите их, слушаете, конспектируете. Доклад товарища Сталина на 18-м съезде ВКПБ – это программа завершения построения бесклассового социалистического общества и постепенного перехода социализма к коммунизму. Вы там спросите, а что дальше после логики? Диамат, слушаем конфронта, послушать конфронта тоже, что можете законспектировать, а лучше намотать себе на уз, прослушать дважды, трижды, четырежды, десять, десять раз прослушайте одни и те же ролики, чтобы оно у вас там на полочках отложилось. А потом уже вы можете приступать ко всему чему угодно, к чему душа лежит у вас на канале. Можете к буквице приступать и смотреть на нее с позиции Диамата, потому что оно что такое. Хотите вы на русском диалектическом материализме рассказывать? Пожалуйста, я полностью за. Говорите, выставляйте эти понятия, понятийную линию, пишите эту понятийную линию и так далее. Съезд большевиков единодушно одобрил отчетный доклад своего вождя и утвердил этот доклад как директиву, как закон всей деятельности партии. Доклад товарища Сталина на 18-м сезде ВКПБ является блестящим примером марксистско-леднинского научного предвидения в области международных отношений. Сталинские мудрые указания о задачах нашей внешней политики, сталинское искусство, руководство обеспечили крупнейшие победы внешней политики Советского Союза. Еще выше поднялись значения Советского Союза как серьезные международные силы, могущие воздействовать на международную обстановку и изменять ее в интересах трудящихся. Руководствуясь указаниями товарища Сталина, правительство Советского Союза расстроило коварные планы поджигателей войны, любящих загребать жар чужими руками, обеспечило мирный труд народа в СССР, заключив договоры о взаимопомощи с прибалтийскими государствами. Советский Союз неизмеримо укрепил свои позиции обороны страны социализма, укрепил свое международное положение. Советское правительство стремилось предотвратить дальнейшее развязание войны и боролось за осуществление политики коллективной безопасности. Однако эта политика не нашла поддержки со стороны правящих кругов Англии и Франции. Мюнхенская политика невмешательства дорого обошлась народом неагрессивных стран. Уже в марте 1939 года гитлерская Германия при попустительстве англо-французской дипломатии захватила Чехословакию. Вскоре началось наступление германских агрессоров на страны Восточной Европы. Активизировалась империалистическая Япония, союзница Германии на Дальнем Востоке. В мае 1939 года она предприняла несколько провокационных вылазок на границе Монгольской Родной Республики. Но в районе Халхин-Гала японо-манчжурские войска были разбиты частями Красной Армии. Да, 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 и такое было, а что вы этого не знали. Ага, ага. Англо-французская дипломатия вела в то время нечестную политику по отношению к СССР, всячески затягивала переговоры с Советским Союзом об организации коллективного отпора возможному агрессору, предлагая Советскому Союзу явно неприемлемые условия заключения соглашения. Видя нежелание правительства Англии и Франции сотрудничать с Советским Союзом в борьбе за мир, правительство СССР должно было позаботиться об обеспечении безопасности нашей страны. В августе 1939 года правительство СССР заключилось в Германии договор о ненападении. Этот договор, как указывал впоследствии товарищ Сталин, ни прямо, ни косвенно не задевал территориальной ценности. Кстати, многие думают, что они союзы заключили. Ну, ребята, пойдите, я не знаю, посыдите себе в ладоши и умойтесь вашими ссаками, потому что по-другому я объяснить вашу тупость не могу. Никогда, нигде социалистическое государство не заключало с фашистскими странами Союза. Это две противоречащиеся между собой страны. И разные цели в них абсолютно. Ни прямо, ни косвенно не задевался территориальной целости и независимости нашего государства. Но он обеспечивал в советской стране мир в ближайшее время и давал возможность подготовки сил для отпора на случай, если СССР будет совершено нападение. Ну, они все знали, что нападут. Все знали, что нападут. Следуя указаниям товарища Сталина о необходимости держать страну в состоянии мобилизационной готовности на случай вооруженного нападения извне, большевистская партия в течение длительного периода времени последовательно и неуклонно проводила всестороннюю подготовку Советского Союза к активной обороне. В результате осуществления в годы сталинских пятилеток советской политики, индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, была создана мощная экономическая база, которая могла быть использована для активной обороны нашего государства. Эта политика партии дала возможность производить в стране достаточное количество металла для выпуска вооружения, снаряжения и так далее. В результате этой политики, индустриализации в течение 40-го года было произведено 15 миллионов тонн чугуна, почти в 4 раза больше, чем в царской России. Ну, тут и приводятся эти примеры. Сталин описывает небывалый рост. Осенью 39-го года по инициативе товарища Сталина были освобождены от иго польских помещиков наши единокровные братья народа Западной Украины, Западной Белоруссии. Эти народы влились в единую братскую семью свободных народов СССР. Позднее в состав СССР были возвращены в Советские и Прибалтийские республики Литва, Латвия и Эстония. Возвращены. Ну, по сути, да, потому что это же части были некогда великого государства, которые очень удачно просрали до революции кое-кто. До социалистической. 20 декабря 1939 года указан Президиумом Верховного Совета СССР Сталину в связи с 60-летием присвоения звания Героя Социалистического Труда. 29 декабря товарищ Сталин избран почетным членом Академии Наук СССР. 5-20 февраля 1941 года состоялась 18-я Всесоюзная конференция ВККПБ. Конференция рассмотрела вопросы о задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта. О хозяйственных итогах 1940 года. В плане развития народного хозяйства СССР на 1941 год, а также организационные вопросы. По инициативе товарища Сталина, ВКПБ и Советское правительство, исходя из решений 18-го съезда, поручили Госплану СССР приступить к составлению Генерального хозяйственного плана на 15 лет. Этот план был рассчитан на решение задачи перегнать главные капиталистические страны в экономическом отношении, то есть производстве на душу населения чугуна, стали, топлива, электроэнергии, машины и других средств производства и предметов потребления. И с 6 мая 1941 года Сталин указом Президиума Верховного Совета СССР назначен председателем Совета Народных Комиссаров. Ведомый великим Сталином советский народ шел к новым победам вперед к коммунистическому коммунизму. Но в июне 1941 года мирный творческий пурт советского народа был нарушен войной, возникшей вследствие нападения Германии на СССР. Вот, 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 проследите логику. Только объявили о генеральном плане, что вот все, 15 лет, мы вас сейчас всех перегоним в атаку, уничтожить СССР. Получится? Хорошо, похлопаем Гитлера. Не получится? Ладно, пол Европы себе заберем, а СССР сильно побитый будет. И потом, как же ж они обосрались, когда СССР за три года восстановился, они дико взвыли, они обалдели. Боже ж ты мой, СССР восстановился, что же делать? За три года вышел на довоенный уровень. Кошмар. Мочи Сталина, наверх проводи всех, кто только есть, рушь систему сверху, потому что иначе никак. И они бешеные бабки в это вложили. Они столько сил на это потратили, столько с барского стола отсыпали на средний свой класс в 60-е годы, 70-е годы. Все, чтобы по инерции экономика СССР падала, падала, и ни в коем случае ее не восстанавливать. Колоссальнейший удар. Они настолько сильно наложили в штанишки капиталисты. А сейчас, как они наложили в штанишки от того, что они оказались не правы, а СССР при Ленине и при Сталине был прав. И что они сделали, что они натворили, что их детям, сейчас уже их детям, уже Киссинджер на тот свет отправился. Много кто на тот свет поотправлялся из старых этих закулисников. Там Королева та же, Елизавета. Какая вторая? Их детям нужно решать эту проблему. Ужаснейшую проблему. Они прекрасно знают, что никакие там слова под названием инклюзивные и прочее, все, что связано с капитализмом, не помогают и не может помочь. Это беда. 22 июня, глава 11. 41 года гитлерская империалистическая Германия грубо нарушила пакт о ненападении и совершила неожиданное вероломное нападение на Советский Союз. Война явилась поворотным пунктом развития советской страны. Период мирного строительства кончился. Начался период освободительной отечественной войны советского народа против немецких захватчиков. Ну, про войну вы и так все знаете, комрады. Я много тут зачитывать не буду. Товарищ Сталин скрыл цели войны, затеянной гитлерской Германии против Советского Союза. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба, нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещикам, восстановление царализма, разрушение национальной культуры и так далее. Определяя цели войны Советского Союза против фашистской Германии, товарищ Сталин указывал, что эта война является великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной отечественной войны является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам в Европе с тонущим под гнетом германского фашизма. Ну и товарищ Сталин прорвучески предсказывал, что в этой освободительной войне советские люди не будут одинокими. Наша война за свободу нашего отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. Ну все-таки, как-никак, тогда такого фашизма трудно было себе представить. Ну каково было удивление потом многих американцев, что с чернокожими им потом пришлось через пару десяток лет в одних ресторанах кушать. Да, вот удивительно было. Вот, и жизнь, конечно же, это подтвердило. Здесь идет описание войны, вся одиннадцатая глава. Товарищ Сталин поставлял задачу свести к нулю численное превосходство немцев в танках, авиации, тем самым коренным образом улучшить положение нашей армии. Кстати, много кто не знает, что у немцев было везде преимущество, да? Скрывая причины временных неудач, показал, что одной из причин этих неудач является отсутствие второго фронта в Европе. Другой причиной является недостаток у Красной Армии, танков и отчасти авиации. Эти указания вождя имело величайшее значение для исхода войны. Выполняя это указание, советская промышленность из месяца в месяц увеличила выпуск самолетов, танковых средств борьбы с ними. Товарищ Сталин сорвал гитлеровскую маску национал-социализма, разоблачил их перед всем миром. Как партию наиболее хищнических империалистов, врагов демократических свобод. Как партию средневековой реакции и черносотенных погромов. Как партию убийц, потерявших человеческий облик и павших до уровня диких зверей. И эти люди, говорил товарищ Сталин, лещенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репинова и Сурикова, Суворова и Кутузова. «Товарищ Сталин призвал весь советский народ к дальнейшему усилению поддержки армии и флота, к самоотверженному труду на помощь фронту и поставил задачу истребить немецко-фашистских захватчиков. Наше дело, правая победа будет за нами», – выразили мысль стремления глубочайшей уверенности. 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся парад Красных войск Красной Армии. С трибуны Ленинского мавзолея товарищ Сталин говорил о великой освободительной миссии Красной Армии и напутствовал советских воинов, партизан и партизанок. «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьми Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамо великого Ленина». Красная Армия ответила на выступления своего полководства укреплением стойкости и выдержки усилением ударов по врагу. В декабре по приказу товарища Сталина на немецкие войска внезапно обрушились удары советских армий, сосредоточенные в районе Москвы. После упорных боев немцы не выдержали этого натиска и начали беспорядочное отступление. Советские войска продолжали гнать разбитые немецкие соединения. В течение зимы прошли более 400 километров. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился решающим военным событием первого года войны. Это первое. И первым крупным поражением немцам во Второй мировой войне. Это поражение навсегда развеяло созданную гитлеровцами легенду о непобедимости гитлергерманской армии. Разгром немцев под Москвой показал превосходство стратегического плана наступательной операции, разработанной товарищем Сталиным перед стратегией немцев. Момент внезапности и неожиданности, как резерв немецко-фашистских войск, израсходован полностью. Тем самым ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое было создано внезапно в немецко-фашистском нападении. Теперь судьба войны будет решаться не таким превходящим моментом, как момент внезапности, а постоянно действующими факторами. Прочность стыла, моральный дух армии, количество и качество дивизий, вооруженной армии, организаторские способности начальствующего состава СССР. Армия СССР. Ну, армия. Это Сталин и Великой Отечественной войне Советского Союза. Издание 5. Сталинская 43-44. Сталинский тезис о роли постоянных действующих факторов войны имеет огромное теоретическое значение. Особое значение придает товарищ Сталин этим. О владении командирами и бойцами военным искусством. В приказе 1 мая 42-го года товарищ Сталин отметил, что Красная Армия имеет все необходимое для того, чтобы разбить врага и изгнать его из советской страны. Не хватает только одного. Умение полностью использовать против врага ту первоклассную технику, которую предоставляет ей наша Родина. Летом, воспользовавшись отсутствием Второго фронта в Европе, немцы перебросили все свои резервы, в том числе и войска своих союзников, на Советско-Германский фронт и сосредоточили на юго-западном направлении большое количество войск. Товарищ Сталин своевременно разгадал план германского командования, пытавшегося создать впечатление, будто бы главной, а не подсобной целью летнего наступления немецких войск является занятие нефтяных районов Грозного и Баку. На самом деле главная цель составляла в том, указывал Сталин, чтобы обойти Москву с востока, отрезать ее от Воложского и Уралского тыла и потом ударить на Москву и тем самым кончить войну в 1942 году. А-а-а! Вот теперь и вся в башке сложилась картина. Понятно. Понятно, почему они не пошли на Баку и на Грозный. У них не было цели. Не было цели туда идти. Вот. Вот она сила логики. А мы-то сидели так долго думали с Серегой. А что оно так? А почему так? Ну, что ли, дебилы, что ли? Ну, мы пришли к выводу, что немцы дебилы. Не-е-е! Не-е! Вот в чем сила. Вот почему мы еще все еще юные, молодые ребята? А Йося посмотрел, посмотрел, подожди, подожди, они с Востока обойти нас хотят. Это все ложь, идющая провокация, что они идут на Грозный и Баку. И они туда только как-то так, они туда будут идти, и потом развернутся и бахнут, пойдут потом на Восток. Ох, блин! Вот, отрежь, отрежь! Тебе не надо захватывать, тебе отрезать самое главное. И по приказу товарища Сталина, главнокомандующего, товарища Сталина Советский, войска переградили прав врагу пути на север, в тыл Москве. В середине июля 42-го года немцы начали наступление на Сталинград, рассчитывая овладеть городом сходу, разорвать Советский фронт и продолжать продвижение вдоль Волги на север, в обход Москвы. Теперь все стало понятно. Да, 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 да. Немцы правильно поступали, на самом-то деле, что двигались над Сталинградом, абсолютно верно. Не дураки, нет, не дебилы. Все, у меня в голове сложилась картинка. Я тоже что-то понять не мог, а что туда идти? Отрезание путей самое важное. Ой, ты екол, МНМ. Товарищ Сталин приказал оборонять Сталинград во что бы то ни стало. 5 октября 42-го года Сталин дал приказ командующему Сталинградским фронтом, требуя, чтобы вы приняли все меры для защиты Сталинграда. Сталинград не должен быть сдан противнику. Началась величайшая в истории войн-битва за Сталинград. Красная армия героически защищала знаменитый город на Волге. Вот. Боевые традиции царицинской эпопеи 18-го года застрадились в битвах за Сталинград. Ух, какой тут монстр идет. Да, вот тебе и вся суть. Вни, когда враг прорвался к Сталинграду и предгорье Кавказа, советская армия отмечала 25-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищ Сталин подробно охарактеризовал деятельность советского государственных партийных органов за прошедший период в области мирного строительства. Ну и так далее. Вот в чем магия та, комрады! Объясняю тот факт, что летом немцы одержали серьезные тактические успехи. Товарищ Сталин отметил, что отсутствие второго фронта в Европе. Рассматривая вопрос о втором фронте в Европе в историческом разрезе, Сталин призвал следующую характеристику. Ну да, тут дивизии приводит. Я думаю, что никакая другая страна и никакая другая армия не могла бы выдержать подобный натиск озверелых банд немецко-фашистских разбойников и их союзников. Только наша советская страна и только наша Красная Армия способны выдержать такой натиск. И не только выдержать, но и преодолеть его. Красная Армия и весь советский величайший народ в воодушевлении. Ну, в общем, перелом этой битвы мы тоже все знаем. Я не буду прям сильно повторяться. Мне это было интересно узнать. По оценке Сталина, Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После Сталинградского побоища, как известно, немцы не могли уже оправиться. Захватив в дни Сталинградской битвы и инициативы в свои руки, советская армия продолжала наступательные операции. Наступление советской армии успешно продолжалось. 5 августа 1943 года советские войска обладели городами Орел и Белгород. Верховный главокомандующий, маршал советской армии Сталин особым приказом отметил эту новую, выдающуюся победу советских войск. Битва под Курцком, ликвидация Орловского плацдарма идет. В общем, тоже вы это все знаете. Вы об этом знаете, об этих битвах. Я тоже особо внедряться в них не буду. Результаты последствий победы Красной Армии далеко выше за пределы Советско-Германского фронта. 1943 год был переломным годом не только в Отечественной войне Советского Союза, но и в мировой войне. Наступление Красной Армии в 1943 году было поддержано боевыми действиями союзных войск в Северной Африке и в Италии. В результате мудрой сталинской внешней политики прорвались попытки врага посеять грознь между великими державами, объединившими для разгона Гритлерской Германии. На состоявшейся в ноябре 1943 года Тегеране конференции руководители трех стран союзных держав, где товарищ Сталин встретился с президентом США, премиум-министром Великой Британии, была принята декларация о совместных действиях против Германии. В 1944 году явился годом решающих побед Советской Армии. Выполняя гениальный стратегический план товарища Сталина, Советская Армия нанесла 10 последовательных мощных ударов по немецким войскам. Под ровную характеристику этих ударов товарищ Сталин дал в своей докладе 27-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции. В результате этих ударов были полностью освобождены от немецко-фашистских захватчиков, временно оккупированные ими районы Советского Союза. Враг был изгнан из пределов Советской земли. Военные действия Советской Армии были перенесены на территорию Германии и сообщников. 20 июня 1944-го председатель исполком Московского Совета депутата-трудящегося вручил Креме первую медаль за оборону Москвы. Вот. За исключительные победы и так далее. Так. Красная Армия, победы, победы, успешное осуществление Сталинского стратегического плана. Гитлерская Германия, как это предвидел, оказалась зажатой в тисках между двумя фронтами, призыв товарища воздрузить над Берлином знамя победы. Накануне штурма Берлина Сталин по уполномоченным правительства Союза подписывал договор о дружбе и взаимной помощи в послевоенном сотрудничестве между СССР и Польской Республикой. В речи, произнесенной 21 апреля, при подписании договора Сталин сказал, свободолюбивые нации, прежде всего славянские нации, с нетерпением ожидают заключения этого договора, ибо они видят, что этот договор означает укрепление единого фронта объединенных наций против общего врага в Европе. 2 мая 1945-го радио вознесло по всему миру слова приказа Верховного командующего по войскам Красной Армии. Советские войска завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлин, центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. Красная Армия выполнила сталинский призыв, знамя победы взвилась над Берлином. Судьба гитлерской Германии была решена 8 мая 1945-го года. 9 мая объявлена Днем Победы. Вот. На этом я тоже заканчиваю эту часть. Вторую часть, так сказать, нашего полета. Мне было очень интересно это все узнать. И третья часть, она будет маленькая, с небольшими итогами и моим уже финальным личным, как бы сказать, мнением, да, о товарище Сталине. Она будет небольшая, поэтому благодарю всех за внимание Сила Пролетарской Правде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...